итак друзья маленькое видео по дороге на работу сегодня супер солнечно и у нас не солнечная сторона дома конечно поэтому когда я сижу дома мне кажется что очень холодно у нас все цветет весна красота очень тепло уже я сегодня в платьичке и у меня день рождения сегодня но настроение отмечать конечно нету не обещающую неделю я прорыдала проплакала про прожила то что сейчас происходит в мире просто хотела сказать что в америке нет этих настроений здесь всем пофигу и как-то все абсолютно равнодушны что происходит в другом мире они живут только здесь и сейчас своем мире им важно то что здесь происходит то что у них там бензин поднялся но не у них уже у нас до бензин скаканул уже до 6 долларов вот но у нас гибридная машина поэтому можно заправлять электро можно заправлять и бензином но основном и бензином тоже заправляем то что электро не везде пока что и тратишь много времени чтобы заправить часа два наверное нужно потратить чтобы заправить полбака либо можно заплатить и заправить там не знаю за 15 минут 15 долларов по-моему что такое ну короче мы с ними даже ни разу не заправляли потому что нету времени легче заплатить уже все время деньги деньги вот так что я сейчас еду на работу не знаю в полумрачном каком-то состоянии за эту неделю я устроился на работу не знаю как это даже произошло просто на подсознательном уровне поняла что еще до того как началось это все будем говорить своими именами да что началось война я устроился на работу вообще не знаю как так получилось еще до этого решила податься потом поняла что мне нужно немножко в другом отделе работать и я ушла и подалась на другой отдел как мне показалось получше вот так что уже четвертый день работаю кстати у нас проходил очень классный тренинг на работе прям два дня по 6 часов я слушала тренинги по поводу харассмента микроагрессии и неправомерной как это называется аннуфу дискриминацию вот дискриминация короче граждан лиц с определенными чертами особенностями и ну короче я скинулся в телеграме полезной информации если вам будет интересно почитать как здесь нужно общаться с клиентами как нужно себя преподавать как нужно работать в коллективе чтобы вас тоже не доставали потому что бывает очень много инцидентов все люди с разных стран и конечно же у всех знаете разные поведения и разные так скажем отношения к людям поэтому конечно очень важно сделать здесь границу америка толерантная такая страна обширная огромная и очень много людей из разных стран и разных культур поэтому нужно сделать какие-то рамки для людей чтобы они понимали как вообще нужно правильно общаться вот и если ты будешь общаться неподобающим образом да как-то с клиентами либо с тобой будут обращаться на работе то конечно они получат по шапке вот есть такой закон ну такие правила так что очень хорошо перед тем как не идешь на работу я знаю у многих нет такой возможности получить подобный тренинг почитать да все приходит с опытом у некоторых людей но нужно понимать что здесь нужно общаться очень профессионально чтобы тебе доверяли и чтобы ты тоже мог себя защитить если к тебе неправильно относится но что касается русского населения тут все почему-то боятся и думают что но как-то плохо могут относиться вот я не могу сказать потому что американцы прекрасно понимают что россия не пусин да и русские большинство людей тоже против этого ну и тем более человек уехал вообще в другую страну конечно же он не будет поддерживать весь этот режим поэтому его чем им вообще пофигу откуда ты и они не спрашивают потому что это тоже считается микроагрессии или харассментом если ну человек работодатель работодатель еще окей то есть босс твой да или менеджер human resource он может тебя спросить откуда-то да но на работе сотрудники они могут аккуратно тебя спросить типа ты залей ты из united states если ты отвечаешь нет и готова продолжить сама разговор то окей но если не готовы они тебя не будут спрашивать то есть если я говорю нет и все и переношу разговор на него уже понятно что как бы я да не из америки у меня не американский совершенно акцент и это очень слышно вот но здесь все люди на самом деле все вот кого не возьми даже мои работодатели у всех какой-то маленький акцент но есть кто-то с индии кто-то с армении да вот здесь очень много армянского населения кто-то с мексики кто-то вообще с ирана там да очень много национальностей не относится же к иранцам например что фу боже вас там санкциями закрыли какой кошмар валить с нашей страны ко всем хорошо относятся здесь здесь нет дискриминации короче вот это то что хотел сказать потому что я знаю сейчас пошли слухи о том что такие фейки да в россии что что здесь дискриминирует русскую нацию население здесь такого нету потому что ну во первых я сказала люди уже переехали в другую страну и естественно они не хотят жить при своем правительстве но во вторых американцам действительно пофигу то есть они очень толерантны в этом плане я вам хотела показать дорогу но очень шумно очень шумная дорога с утра все едут на работу вот и конечно хотел еще рассказать три момента очень важных первое это здесь есть категория людей которые без документов живут а и они в действительно в такой уязвимой ситуации потому что если ты без документов то получается ты как турист здесь многие здесь по турвизе приезжают остаются и они в уязвимой ситуации потому что им будет сложнее устроиться на работу сложнее получить даже документы потом в будущем да вот вторая категория людей это те кто по рабочей визе приехал они еще в более-менее безопасной ситуации потому что они их работодатель принял и он их как бы за них ответственность берет поэтому им ничего не скажет никто да то что ты тут понаехал рабочие места отнимаешь нет работодатель тебя принял он тебя проверил он тебя на нем все ты под защитой по защите америке так скажем третья категория граждан это студенты вот они действительно тоже в уязвимой ситуации как и люди туристы ну туристы они как бы окей есть та же категория туристов которые приезжают остаются их так себе на к ним относится потому что ну как бы ты русский и ты без документов здесь то но к ним не и нет к ним нормально то есть тоже равнодушно там потому что все прекрасно понимают что им тоже будет здесь очень тяжело без документов пробиться работать и так далее то есть к ним ну нет такого типа что-то приехал и отнимаешь рабочие места потому что они но к сожалению не могут конкурировать за рабочие места с американцами без документов вот но есть туристы которые просто еще тусят но их уже тут нету конечно и это жалко потому что сейчас был большой наплыв русских туристов особенно в майами и конечно это деньги тоже особенно в майами потому что только там зарабатывают деньги на энтертеймент на всяких ивентах там рестораны кафе развлекалки и конечно очень жалко что больше не будет скорее всего вот и я уже сказала про студентов они тоже в уязвимой ситуации потому что они к сожалению так скажем будут уезжать в свою страну и конечно американцы не хотят чтобы студенты здесь учились да они платят деньги они приносят деньги государству но потом они уезжают в свои страны и там становятся там успешными хорошая работа у них да и они продвигают все эти знания технологии на российский рынок поэтому конечно америка не хочет чтобы был отток умов и поэтому студентам очень такой уязвимой ситуации насколько я знаю все девочки которые сюда приехали по студенческой визе все у них нормально то есть их никто не выгоняет что они платят деньги это тоже деньги американцы они тоже не откажется от финансов вот но не все по моему университет насколько я знаю поддерживают эту политику но очень мало университетов кто выгоняет русских студентов конечно единицы вот скорее всего наверное тех кто вот приехал по какой-то типа программе учить английский язык знаете есть такие легкие курсики программки вот люди приезжают сюда и остаются вот они в такой очень уязвимой ситуации а кто учится в университетах крупных да там и стэнфорд их не выгонят потому что они приносят деньги вот так что чтобы вы понимали но по окончанию конечно учебы скорее всего они сами поедут в россию а если не поедут такая красота здесь на бренде все цветется аккуратно вот это вот три категории людей есть четвертая категория людей которая приехала сюда например по грин карте да то есть выиграли они ее или получили по замужеству да или еще как то конечно кто с документами они они не будут изгнаны так скажем я это уточняла на работе когда я приходила я специально устроилась на чем были джоб то есть не не как перманент не на постоянно смотрите какая красота здесь очень много страх гулять тут одно удовольствие хотела сказать да то что меня могут как бы легко так убрать потому что я на темпе работе мне сказали что нет нет не как бы не волнуйся потому что здесь всегда нужны люди и как бы у меня гибкий график и я такая типа могу всех заменить и такие люди очень даже нужны поэтому мне сказать что если только мы тебя уберем то только если на постоянную работу тебя возьмем но не так чтобы чтобы там уволили да вот но посмотрим я только неделю работаю мне все нравится коллектив очень профессиональный и все очень доброжелательные все с разных стран мира ну это как обычно да я тоже как до этого все работал все мультинациональные вот так что ребята не знаю старайтесь не слушать эту пропаганду наверно и разное мнение слушайте что и как происходит послушайте варламова да как люди живут сейчас турции тоже нету никакой дискриминации да есть волнение да люди напряжены да это чувствуется но старайтесь не знаю излучать позитив какой-то положительное настроение радоваться тому что вы ну вряд ли будете жить в уже в такой стране где будут вас пресекать вот как писал и пел тальков то что это не жизнь там где вы живете в страхе это не жизнь если вы боитесь быть пресеченными да боитесь сказать слову это уже тяжело назвать жизнь вот ребят на этом я закончу я уже поднимаюсь к себе так что всем до скорых встреч всех люблю целую всем пока пока